Теремок ТВ Можно мне поиграть с вами? Конечно, можно Смотри, какую большую башню я построил Прабу, у меня уже второй раз башня падает Чтобы построить очень высокую башню, тебе нужен автокран Ой, это специальный экран, чтобы поднимать Да, в таких люльках удобно менять лампочки уличных фонарей Работать на автокране можно только в каске и специальном поиске безопасности Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Какая огромная! Наш автокран не дотянется Да, для работ на такой высоте нужен автокран с телескопической стрелой Телескопической, как моя удочка Точно! Оно-но-но, ну-но-но! Убери мать, у меня дядя кулера! Оно! Мяу! Ооо? Мммм! Мяу! 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 Субтитры создавал DimaTorzok ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Этот кран точно дотянется до котенка? Конечно! Самые большие автокраны поднимают груз больше, чем на 100 метров! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Хоть я и девочка. Эй, мальчики и девочки! Чем сидеть перед экраном, лучше поиграть вместе. Можно придумывать истории и разыгрывать их со своими игрушками. Машинки. Сериал для мальчиков. Браво, посмотри, у меня новая машинка. Какая машинка, Коля? А я и не знаю, я такой никогда не видел. О, это замечательная машинка. Это погрузчик. Погрузчик – это специальная машина, которая помогает поднимать, опускать и перемещать тяжести. Погрузчики бывают разные. Это большой телескопический погрузчик. У него большие колеса, подвигающаяся мачта и на ее конце зажим. Он может поднимать очень крупные и тяжелые грузы. А это тоже погрузчик? Да, это вилочный погрузчик. Он гораздо меньше, но у него тоже есть мачта. На ее конце длины, которыми он подцепляет груз. Браво, одна коробка не поместилась. Это нехорошо, ведь это чей-то подарок. Браво, смотри! Он решил ввести подарок сам! Это будет нелегко! Погрузчик – это не обычная машина. Он не предназначен для долгих поездок по шоссе, а до города далеко. У погрузчика не такой мощный мотор, как у легковых или грузовых машин. Фары не такие яркие, а дворники не такие мощные. О, это, наверное, тот мальчик, который ждет подарок. Да, и этот подарок везет наш погрузчик. Да, и этот подарок везет наш погрузчик. О, это, наверное, и этот подарок везет наш погрузчик. О, это, наверное, и этот подарок везет наш погрузчик. О, это, наверное, и этот подарок везет наш погрузчик. О, это, наверное, и этот подарок везет наш погрузчик. О, это, наверное, и этот подарок везет наш погрузчик. О, это, наверное, и этот подарок везет наш погрузчик. О, это, наверное, и этот подарок везет наш погрузчик. О, это, наверное, и этот подарок везет наш погрузчик. О, это, наверное, и этот подарок везет наш погрузчик. О, это, наверное, и этот подарок везет наш погрузчик. О, это, наверное, и этот подарок везет наш погрузчик. Брат, он же сейчас перевернется! Не волнуйся, Коля. Все четыре колеса этого погрузчика ведущие. Они делают его очень устойчивым. И проходим, Мам. Прабу, а почему полицейский не разрешил ему проехать? На время праздника некоторые площади и улицы перекрывают для движения транспорта, чтобы для горожан было больше места. Тогда нам помогут музыканты! Давай, давай, давай! Совсем чуть-чуть! Давай же! Давай, давай! Накладывай груз. Сейчас я его перевезу. Вот, я не такой сильный, как погрузчик. Ничего, Коля, руки будут сильнее, если будешь по утрам делать зарядку. А ты делаешь? Обязательно, Коля! Один, два, три, четыре! Один, два, три, четыре! Машинки. Сериал для мальчиков. Коля, смотри, что я принес. Ух ты, какая классная! Ну, такой, наверное, сам президент ездит. Только президент не может ездить сам. Он очень важная персона. И ездит в президентском кортеже. Кортежем называют строй из нескольких автомобилей. Иногда машин может быть двадцать, а то и тридцать. Все они сопровождают президента. Для чего президенту так много машин? Ну, первые и последние машины с дорожной полицией. Они отвечают за безопасность движения. А в середине едет сам президент. А рядом машины охраны. А эти для чего? Спецназ, машина со спутниковой связью, машина радиоэлектронной разведки и скорая помощь. Много! Ого! А чтобы все работали слаженно, в каждой машине кортежа есть троцер. Для кортежа есть заранее спланированный маршрут, от которого в целях безопасности нельзя отклоняться. Субтитры создавал DimaTorzok Поехали! 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 Смех! а а а а а а а а а и а а а а а а а А знаешь, Брабу, когда я вырасту, тоже стану президентом. Эх, жаль, слонов президенты не берут. Ребята, а вы знаете, что президент тоже очень любит смотреть мультфильмы? Но много мультфильмов смотреть нельзя, иначе на важные дела совсем не останется времени. Пошинки. Сериал для мальчиков. Мой друг смог подняться на Эверест. Это самая высокая гора в мире. Я так рад получить от него открытку. Брабу, а как открытка добралась до тебя? О, мне ее довез. Почтовый фургон. Почтовые фургоны развозят почту в самые разные места по всему миру. Ведь почта нужна везде. И в больших городах, и в пустыне, и в джунглях. Иногда найти того, кому адресовано письмо, совсем непросто. А иногда почтовому фургону приходится ехать там, где вообще нет дорог. А давай отправим открытку моей бабушке. А где она живет? На Северном полюсе. Бабушка изучает белых медведей, и у нее скоро день рождения. Чтобы доставить письмо как можно скорее, его сначала везут на самолете. В разных концах света почтовые фургоны выглядят по-разному, чтобы удобнее было доставлять почту. Поэтому на Севере, где много снега, у почтового фургона вместо колес гусеницы. Но когда начинается снежный буран, даже гусеницы не помогут. Чтобы доставить почту на Северном полюсе, водителю почтового фургона приходится быть настоящим героем и ни в коем случае не терять самообладание. А еще на Севере, в почтовом фургоне, обязательно должна быть мощная печка-обогреватель. На Северном полюсе можно увидеть удивительное явление, которое называется «Северное» или «Полярное сияние». Такое красивое свечение в небе – здесь обычное дело. Ой-ой-ой! Как же он теперь доставит мою открытку бабушке? Придется что-нибудь придумать. Безвыходных ситуаций не бывает. Ого! У него получилось! На Северном полюсе приходится быть находчивым. Ну как же так? Прямо всего одной капельки бензина не хватило. Можно попробовать подтолкнуть машину. Если она покатится вниз, то доедет до самой станции. Северное сияние Бабушка, это открытка от меня! С днем рождения! Вот, смотри! И белый медведь пришел! Браво! Мне тоже пришла открытка от бабушки! Вот здорово! Она проделала длинный путь. А помог ей почтовый фургон! Ребята, а вы кому-нибудь отправляете открытки или письма? Оторвитесь от экрана! Напишите скорее письмо! Получить весточку от близкого человека – так приятно! Машинки! Машинки! Сериал для мальчиков! А во что будем играть сегодня? Похоже, сегодня снова играем в стройку. А какая машина нам понадобится? Много разных. Но для начала – бульдозер! Бульдозер всегда приезжает на строительную площадку раньше всех. Ведь он должен подготовить место для работы всех остальных машин. Бульдозер – самая могучая машина! У нее есть гусеницы, позволяющие пройти где угодно. И огромный отвал, в котором он может убрать любое препятствие. А с чем еще может справиться бульдозер? Одному бульдозеру однажды удалось спасти целый город. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой, бульдозеру надо спешить, а он такой медленный! Тогда пусть другие машинки придут к нему на помощь! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь это бульдозер-герой! ДимаTorzok Ребята, хватит смотреть мультики! Айда на озеро! Купаться! Чтобы полицейский знал, кого искать, нужен портрет, ну или рисунок! А, сейчас! Полицейская машина очень красивая! На борту у нее синяя полоса! На борту у нее синяя полоса! На улице ее сразу все узнают! Полицейская машина! Полицейская машина патрулирует улицы города! Если кто-то потерялся, она поможет найти! Значит, полицейские ищут потеряшек? Не только! Полицейские следят, чтобы в городе был порядок! Ах! 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 Аллю! Найти потеряшку не так-то легко Да, город большой и нужно заглянуть в каждый уголок Смотри, смотри, кому-то еще нужна помощь Не волнуйся, Коля, полицейская машина поможет всем Смотри, 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 смотри Смотри, смотри, смотри Ой-ой-ой, грабители! Они воруют конфеты! Пристегнись, Коля, включаем сирену Сейчас начнется огня Смотри, 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 смотри У полицейской машины есть сигнал и сирена Чтобы на дороге ее все пропускали Нет, только не шкурка от банана Эх, теперь грабители смогут скрыться Самое время вызвать подкрепление по рации Ага, попались разбойники! А вот и пес Ура! Нашелся! А где же конфеты? Полицейская машина всем помогла Внимание, внимание, соблюдайте порядок Есть соблюдать порядок Ребята, хватит смотреть мультфильмы Побежали скорее гулять Но только чур не теряться Машинки! Сериал для мальчиков! Би-би! Ой, Прабу, у меня поломка Прямо на дороге? Тогда нужно вызывать эвакуатор 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 – это особая машина Которая может перевезти другую машину Например, с места поломки к месту починки У эвакуатора есть платформа для перевозки автомобилей И кран для их погрузки и разгрузки Значит, эвакуатор спасает поломанные машины Не только Эвакуатор очень важен для города Иногда водители неправильно паркуют свои машины И мешают этим другим участникам движения а нарушителя увозят на штраф стоянку. Забрать его можно, заплатив штраф. Похоже, у водителя-эвакуатора сегодня родится малыш. Так он пропустит рождение малыша. Единственный выход – разобраться с пробкой. А для этого нужно устранить ее причину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что теперь делать, Прабу? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или старая ветка метро. Или старая городская канализация. Или старинный подземный ход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА